На сегодняшнем заседании губернаторской группы, как я и обещал в прошлом заседании, когда встречался Тимур Владимирович Иванов с депутатами, решить вопрос по поводу газификации как населенных пунктов, так и проведения организационных мероприятий, самой структуре мытищей межрайгаза, для того, чтобы облегчить жизнь нашим всем жителям. Напомню вопросы, по которым замкнут правительство дал поручение соответствующему министру. Это первый вопрос, когда несколько деревень, несколько лет уже у нас в Сергиево-Посадском районе находятся, то есть газа нет у них, хотя газопровод проложен, деньги освоены и так далее, по всяким разным бюрократическим проволочкам. Это Малинники, Бабошина, Дерезино, еще несколько деревень. И, соответственно, следующий, второй вопрос, это вопрос с получением и выдачей технических условий. Напомню, проблема была в том, и она на настоящее время остается в том, что людям выдают технические условия в мытищах, и, соответственно, очень часто эти технические условия не соответствуют действительности. Например, ко мне обратились жители и выдали им технические условия на подключение двух домов, два соседа проводят дом, протяженность магистрали, которую они должны проложить, два с половиной километра от высокого давления газопровода. Это нереально. Просто примерно это пять миллионов. Представляете, для того, чтобы подключить просто два дома. То есть мытища Межрогаз мышленно или неумышленно пытается решить вопросы инвестиционного порядка. То есть или это трубу, соответственно, прокладывает государство и Горгаз за свои деньги. Но нельзя, чтобы применять жителей вот такими вот инвестиционными условиями и с каким-то неправильным таким порядком. Мы хотим, значит, предложения какого характера? Чтобы технические условия, во-первых, люди не ездили в мытищи, а их выдавали здесь. Здесь должна быть организована служба одного окна, постоянная, то есть служба, куда жители могли обратиться, получить технические условия, пожаловаться на то, что технические условия, если выдали им, то есть несоответствующие действительности, как это сплошь и рядом бывает. Ну и, соответственно, согласование проекта. Потому что согласование проекта – это тоже постоянное передвижение не только в мытище, но и в Одинцово. Вы представляете, чтобы поехать поставить штамп, надо на проекте, что проект зарегистрирован, надо ехать в Одинцово. Почему нельзя здесь организовать службу одного окна? Вот мы просим провести такие вот организационные штатные мероприятия. И зампредправительство дал соответствующие, повторю, поручения. И министр Кручинин Михаил Александрович обещал, что разберется с этим вопросом, и в ближайшее время будут даны соответствующие указания и поручения. Хочется отметить, что действительно какое-то движение уже наметилось в городе положительное. Не так долго, ну, на самом деле необходимо время для того, чтобы раскрутить вот этот вот маховик принятия решений и заставить чиновников работать, но постепенно-постепенно набирает обороты. Я думаю, 83-е пройдет на должном уровне.